Продолжение следует... А это Симферополь. Население чуть более 300 тысяч человек. Здесь как минимум 290 солнечных дней в году. Вероятность снегопада в новогоднюю ночь стремится к нулю. Валера, а что я здесь делаю, а? Ты его ждешь. Ждешь его, он идет к тебе. Улыбайся, давай, улыбайся. Просто улыбаться, да? Да, просто, не просто улыбаться, улыбайся. Твой любимый идет к тебе. Улыбайся. Но его еще нет, да? Нет, он идет к тебе. И дрожать не надо, Маша. Не дрожи, пожалуйста. Может быть, еще и не синить? И не синить. Если бы я знала, что лето будем снимать в январе, я бы не согласилась. Да? Тебе за это деньги платят? Да, но я бы тогда попросила полярный, Валера. Будешь так со мной переговариваться, будешь сейчас вот так стоять на морозе. Мне улыбаться, да? Да, тебе улыбаться. А ты хорошо одет, Валера? Я хорошо одет. Все, стоп! Дайте мне утепление. Что значит стоп? Что значит стоп? Достало меня ваше кино! Бездарное! Снимайте его без меня! Загорайте на пляже! Подъем, Санта, олень из перли. Ну, че там? Иди работай. О, че это? Что? Вот это. В кино. Это Жустинова. Не знаю. Ты че, фанат? Почему фанат? Нет, просто смотрел кино. Какое? Какое там? Едет певица там в поезде и знакомится с каким-то чуваком. А он никакой. Какой-то слесарь или что. И на неделю они и зависают. Ха, и че? Ну, ничего. Хотел бы я оказаться на месте этого слесаря. И зачем дело стало? Чего? Дело, говорю, зачем стало? Я не верю в чудеса. Вот. И если ты не веришь в чудеса, как в тебя дети поверят? Послушай, какие дети? Малолетние преступники. О, смотри, сегодня на утрененький один поджег мне бороду. Ну, ше это такое, а? Вот. Потому что сам не веришь в чудеса. А верил бы, и дети бы себя по-другому вели. Да, в чудеса они верят. Давай, иди работай. Андрей, ну ты еще не готов? Давай быстрее. Да готов, я уже готов. Ладно, помогу я тебе. Наколдуем. Давай. Стьюгову твою. Давай, давай. Колдун, иди. А, анекдот про сто долларов не рассказывай. Почему? Я уже рассказал. Ну, это свинство. Ну, так получилось, извини. Давай, иди уже. Вот и не буду я тебе помогать. Сам будешь с себя иду. Хорошо. Тюгова, колдовая. Справлюсь. Давай. Ты меня подождешь? Подожду. Ну, хорошо. Правда, мне завтра у шефа рано утром надо быть. Ну, значит, я зайду завтра. Ну, что, корпоратива у нас все готова? Вроде бы все. Что значит вроде бы? Ты у нас Дед Мороз или кто? Я Санта-Клаус. А какая разница? Ну, это как Мерседес и Лада. Ага. А ты откуда знаешь? А мы дочке на прошлый Новый год заказали Деда Мороза. Так вот он, он пришел пьяный, без подарков и борода напекли. В этом году решили Санта-Клауса заказать. А он обещал тебе через трубу на оленях залететь? Да, обещал на оленях, да. А что, в семье одного оленя мало? Не понял. В смысле? Снегурочка хоть симпатичная будет? Симпатичная, симпатичная. Лично я в Деда Мороза не верю, а вот со Снегурочкой познакомиться не против. Прибыль. Мы ненадолго. Да хоть до утра. И не вздумай никуда уехать. А когда я уезжал? Ладно, знаю я тебя. Тебе никогда на месте не сидится. Ну, один раз домой уехал. Значит, один раз домой, два раза не домой. Да когда такое было, чтобы вы вышли, а меня не было? Да если бы такое было, тебя бы точно в этой машине уже не было. А если мне плохо станет, я... Значит, если тебе вдруг станет плохо, и ты с желудком или с чем другим уедешь, чтобы тебе стало лучше, то когда ты вернешься, тебе точно плохо будет. Не помню, все документы взяли? Все, все. Вы проверяли, не волнуйтесь. Мужчина, вы свободны? Откройте окно, пожалуйста. Мне срочно нужно в аэропорт. Но я... Я заплачу две тысячи. Хорошо? При чем здесь деньги? Откройте дверь. Отлично. Сколько ехать до аэропорта? Тридцать минут? Если повезет, за десять успеем. Давайте, чтоб повезло. У меня осталось сорок минут до вылета. Хорошо. Эй, 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 стой! Ты куда? Стой! Там, на ниже ты его! Стой! Туда он поехал! Не, ну! Нет, я уже уехала. Все, связывайтесь с моим агентом. У меня следующая сцена, где я должна купаться в море с этим придурком. Я не буду за такие деньги купаться в Черном море в январе. Да какой там хенок, господи! Тупейший сценарий! Что? Да, вот у Джармуша я бы снималась. Я бы бесплатно прыгнула в море. Меня не будет больше снимать этот режиссер? Это бездель! Ну и слава богу! Слава богу, да. Подождите. А, скажите, вы не будете брать трубку? Трубку? Ну, это же ваш телефон звонит. А, да, мой. И что? Отвечать не будете? Нет, не буду. Ну, тогда вы отключите его, он мне мешает говорить. Хорошо. Слушаю вас, да. Что, Джармуш? Да, полезла бы. Братья Коэн, полезла бы. В идеале я бы просто прыгнула в море. А вот у вас, извините, нет. Нет, все, до свидания. Все. А если бы у Трюфо снимались? Что? У Трюфо? Ну, в воду бы прыгнули. А вы что, знаете, кто такой Трюфо? Ну, знаю. Не только его. Откуда? Да так. А вы не знаете, какая погода в Москве? В Москве? Ну, я думаю, прекрасно. Да. Вчера был снегопад и нелетная погода. Не хотелось бы встречать Новый год в этой дыре. Ну, как, мы укладываемся в десять минут? В девять. Спасибо. Это вам. Подождите. Подождите, подождите. Вы сказали, что заплатите две, а отдали пять. Мне сдачи нет. Да не нужно сдать. Вы же меня вовремя довезли. Даже раньше. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Олень. Урод, ты где? На! Кидай точнее, Олень. После тебя еще собирать надо будет. Чего? Ничего. Да тебе за такие шутки хорошо бы морду набить. Плохо. Сейчас тебе будет плохо. Залини, ещё отведешь. Плохо, что-то вы шуток не понимаете. Ни ты, ни твой начальник. Ты сильно много понимаешь. Тут ещё телефон этого урода. На! Чтобы духу его не было. В радиусе пяти километров. Ты понял? За пятьдесят километров чтоб тебя не было. Чё, корпоратив отменяется? Для тебя — да. Понял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, мужики. С наступающим. О, а ты откуда взялся? Ты же мужика какого-то возил. Почти на летающей тарелке. Ну, в общем, возил. Я за кем буду, а? Разбил тарелочку. Разбил. Вроде того. Мужики, кто в аэропорт хочет смотаться? Туда поедешь и обратно ни одного клиента. Там все рейсы отменили. Так и будешь куковать нам до Нового года. Ребят, ну давайте уже. Поехали. Даешь два счетчика? Какие два счетчика? Побойся Бога. Поехали. Я довезу. Ну, уезжай. Ты не накатался молодой ещё. Поехали. Смотри, ДПСники на выезде стоят на пятом километре. Вот, только у меня там внутри немного пыльно. Ничего. Там есть тряпочка. Ничего, я протру. Давай рюкзак в багажник положи. Ага. Давай. Ой, извини. Ага. Лучше в пыль. Давай. Оп. Сюда. Ага. Полетели. Простите, а побыстрее нельзя? Нельзя. Да. Почему? Ограничение скорости. А я вроде знаков на дороге не видел. Не на дороге ограничения. А где? Под капотом. Ага. Ага. Вы свободны? Я да. Подождите, а… Я понимаю, здесь не очень чисто, но я в химчистку сдам и все будет нормально. Вы садитесь. Это сегодня вы меня подвозили утром? Я. Но у вас была какая-то другая машина, получше. Дело в том, что я ее… А, вы ее разбили, понятно. Но я с вами не поеду. Нет, подождите. Подождите. Нет, 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 нет. Подожди, я не разбил. Я ее… Вы знаете… У вас ее что, украли? Нет. Я… Я… Ну, а что? Проиграл в карты. Круто. Выходит, кому вы проиграли? Судьбе индейки. Значит, в картах вам не везет. Надеюсь, повезет в любви. Послушайте, я все равно с вами не поеду в этой страшной, ужасной машине. Поэтому не надо меня уговаривать. Если вы меня подождете 15 минут, я приведу ее в идеальное состояние. Я поеду на мойку и… Вы включаете иногда мозги? Или только двигатель? Ага. Вы что думаете, я буду ждать вас 20 минут? Не думаю. До свидания. А вдруг? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы все-таки не уехали. А, это вы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что вы здесь делаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помыл машину. В 20 минут, конечно, не уложился, но зато химчестки салона сделал. А при чем здесь я? А что, у вас отпала надобность ехать? Вы улетаете? Улетаю. Когда? Через 15 часов. Через сколько? В Москве нелетная погода, рейс отменили в 7 утра. И вы что, здесь будете сидеть всю ночь? С чего вы взяли? Ну как, вы же сидите. Ну, сижу. Думаю. Ну. Боюсь завтра опоздать утром. Думаю, ехать, не ехать. Не опоздаете? Конечно, ехать. У нас здесь до аэропорта из любой тучки 15 минут максимум. Может, поехать? Конечно, поехать. Вы где жили? Гостиница «Москва». Думаете, там лётная погода? А вы ещё и шутите? Иногда. Ну так что, едете? Еду. Что вы на меня смотрите? Смотрите на дорогу. Не веришь своим глазам. Поверьте, да, это я. Мария Устинова. Это я сразу понял. А чего вы не поняли? Неужели кроме меня вас никто не узнал? Почему узнали? Уверен, в этом городе любой мужчина был бы счастлив подвезти вас. Они и были счастливы. Так почему же вы были до сих пор в аэропорту? Потому что, когда сказали, что рейс откладывается, вы подъехали. Поэтому вы были первым, к кому я обратилась. Ну, а потом? Потом я поняла, что у меня нет денег, а ваши банкоматы не работают. Ну, а последнюю купюру я отдала вам. Могу вернуть. Пожалуйста, на дорогу смотрите. Я уверен, любой бы вас отвез бесплатно. Знаете, что бывает бесплатно? Знаю, знаю. Ну, вот, поэтому я предпочитаю не ездить бесплатно в машинах. А почему же вы решили ехать со мной? Потому что в первый раз я вам переплатила. Согласен. А вы на контрастах работаете, да? Почему? Ну, сначала мы ехали как-то быстро на такой прекрасной машине, а теперь вот плетемся, мне кажется, даже сейчас вообще остановимся. Может быть, я растягиваю удовольствие. А, ну, если только это. А у вас бензин в машине есть? До Москвы я вас, конечно, не довезу, но до гостиницы «Москва» точно доставлю. Черт, что такое? Не понял? У вас, по-моему, бензин заканчивается. По-моему, вы колдунья. Зачем вы это сделали, а? Кстати, когда я садилась, я видела, что у вас лампочка горела. Вы не видели? Видел, но думал, что у меня датчик не работает. По-моему, у вас просто не работает голова, а датчик работает. Да? Может быть. Не может быть, а точно. У меня есть смягчающие обстоятельства. Какие? Я впервые в жизни так близко вижу кинозвезду. Вот если бы вы ехали в машине вместе с Леонардо Ди Каприо, что бы вы почувствовали? Да была я с ним в машине. Да? И что? Да ничего. Актер он хороший, а как мужчина не в моем вкусе. Вот если бы я ехала с Брэдом Питтом или Джодем Лоу, не знаю, может быть, с Шоном Пеном. Мне выйти? Ну зачем же? Вы же должны меня довезти и до гостиницы «Москва». Правда, каким способом вы это сделаете, я как-то плохо представляю. Здравствуйте! С Новым Годом! Привет! С Новым Годом! Здравствуйте! С Новым счастьем! Спасибо. И тебя с Новым Годом, мать. С Новым Годом! С Новым счастьем! Да, тебя с Новым Годом, пацан. Спасибо. Здравствуйте! С Новым Годом! Спасибо. И тебя с Новым Годом! У меня номер был оплачен до завтра. Был. Но вы же выехали из него? Да, но у меня изменились обстоятельства. Это мое личное дело. Вы выехали, и мы сдали ваш номер желающим. Понятно. Значит, вы взяли деньги два раза, да? Если вы хотите, мы можем вернуть вам деньги. К сожалению, у вас был здесь безналичный расчет. Послушайте, я не хочу вернуть деньги. Я хочу, чтобы вы поселили меня в мой номер. Это все, чего я хочу. Но вы же выехали из него. Только у нас такое возможно. Такое возможно в любой гостинице, из которой вы выпишетесь. Что, здесь тоже нелетная погода? А вы что здесь делаете? Ничего. Просто решил убедиться, что у вас все в порядке. Убедились? А вы что, здесь сейчас будете стоять и ехидно улыбаться? Я не ехидно. Да? А как? Скорее, сочувствую. Девушка, а, допустим, вы правы. Спасибо. Но я права и без допустим. Хорошо, вы правы. У вас другой номер есть для меня? К сожалению, нет. Почему? Потому что в нашей гостинице нет ни одного свободного номера. То есть у вас даны все номера? Все? Да, то есть нет даже самого вшивенького, маленького, грязненького номера для меня. Просто нет, да? В нашей гостинице все номера убираются вовремя и тщательно. Наши менеджеры за этим очень строго следят. Угу. То есть все просто взяли и ломанули сейчас вашу гостиницу в этот городишко. Да. Интересно, а по какому делу? Не знаю. Но вы же здесь тоже как-то оказались. Я бы никогда здесь не оказалась, если бы не съемки. Ну вот. У каждого здесь свое важное дело. Дело у них перед Новым годом. Мария. Что? Можно вас на пару слов? Зачем? Ну, на минуточку. Ну, господи. Ну, отошла. Что? Я просто подумал, раз уж в этой гостинице нет свободных номеров, то… Ну, и что вы подумали? Моя квартира, конечно, не шикарные апартаменты, но все-таки нормальная квартира. То есть я как-то не поняла связь? Простите, чего с чем? Вашей квартирой и отсутствием номеров в гостинице. Я подумал, что раз уж здесь нет номеров, то можно переночевать, вернее, остановиться у меня. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Да. Вы с ума сошли? Мне ночевать у вас? То есть мне у вас? А что здесь такого? Никогда. То есть нет? А я сейчас как-то на иностранном языке говорю, то есть мы не понимаем друг друга, да? Никогда, это значит никогда. Never. Жеме, но никогда в жизни я не буду ночевать у вас. Никогда. Вы это понимаете? С наступающим. С Новым Годом. До свидания. До свидания. Девушка, это опять я. ТЕЛЕФОННОЕ Алло. Нормально. Меня уволили. За то, что помогал человеку не опоздать на рейс. А она все равно не улетела. Нет, самолет не отменили. В общем, какая разница? Не важно. По крайней мере для тебя. Новый год? Пока не решил. Нигде встречать не решил. А наступать ему или нет? Давай пока. Алло. Это я. Дима, Дима. Чего у тебя там за шум? Вечеринка. По поводу. Ну, знаю, что через два дня Новый год. Да. Нет, у меня еще две халтура до Нового года и пять после. Да, три Санта-Клауса, все остальное Дед Мороз. Большая разница. Ну, и что у тебя с голосом? Просто сегодня встретил женщину моей мечты. И что эта женщина? Она бросилась тебе на шею с криками. Где ты был все эти годы? Нет. И как такое может быть вообще? Ну, так. Потому что мечта односторонняя. Надеюсь, по этому поводу ты не собираешься бросаться вниз с десятого этажа? Или топиться? Ну, даже не знаю, что делать. Даже не думай. У тебя еще семь халтур. Тебя ждут взрослые и дети, мужчины и женщины. И не смей их разочаровывать. Вот отработаешь все эти халтуры, получишь деньги и отдашь их мне. А потом бросайся с десятого этажа, утопись и застрелись. Ладно, ладно. Еще какие-нибудь умные мысли есть? В конце концов, если эта женщина нравится тебе, сделай так, чтобы ты понравился ей. Каким образом? Ну, не знаю. Ну, соверши чудо. В конце концов, ты Дед Мороз или не Дед Мороз? Я уже понял. Понял. Давай, пока. Пока. На Киевскую поедем? Простите, занят. Почему? Вы ж свободны. Я повызову. Эй. У вас хотя бы не одна комната? Не одна. Угу. Ну, что стоим? Поехали? Поехали. Прошу. По-моему, у вас дома кто-то есть. Почему? У вас свет везде горит. А, это я, наверное, забыл выключить. А у вас есть плечики? Есть. Ой, ты… Ты пришел. Добрый вечер. Добрый вечер. Прекрасно. То есть, вы не знаете, как его зовут, а ты привел ее домой? Нет-нет-нет, вы не так все понимаете. Угу. Дело в том, что я Мария Устинова. Вы знаете такую актрису Мария Устинова? Угу. Это я. Это я. Просто мне негде было ночевать, и поэтому я по… Конечно, знаю. Конечно, знаю. Угу. Тогда я Джулия Робертс. И мне, к счастью, есть где ночевать. Да, и ищи себе новую, Снегурочку. Девушка, подождите, вы не так все понимаете? А зачем, в принципе, искать? У тебя ж такая знаменитая актриса, как Мария Устинова. Вот. На меня можете завтра не рассчитывать. В смысле? Потому что я не буду играть Снегурочку. Вы же сказали, что у вас не одна комната. Да, есть еще кухня. Круто. Гадар. Сталкер. Извините. Вы что, действительно смотрите трюфон? Да. Надо же, я не ожидала. А что вы ожидали у меня увидеть? Ну, не знаю. Татчики. Таксист. Скорцезе. А? Доживем до понедельника? Счастье, это когда тебя понимают. Когда ты понимаешь. А у вас мило. Как-то уютно. Дед Мороз, елка. Хорошо? Родители приучили. С тех пор для меня Новый год без елки не Новый год. Слушайте, у вас есть что-нибудь поесть? Я так есть хочу. Есть? Что вы будете пить? А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Да. Понятно. Пить или не пить. Вот в чем вопрос. Во-первых, есть водка. Так. А во-вторых? Ну, а во-вторых, я могу съездить в город и купить что-нибудь, что вам больше нравится. Вы что пьете? Вы знаете, я вообще пить не буду. Я не пью. Ну, тогда водка. А как вас зовут? А почему спросили именно сейчас? Ну, не знаю. Я не могу пить с незнакомым человеком. А, ну… Как меня зовут? Меня Дима зовут. Меня зовут… Я знаю. Вас зовут Мария. Я знаю. А вот и не угадали. Когда меня мама рожала, тогда не было УЗИ. И поэтому они подстраховались и назвали меня Александра. А Мария это… Севдоним. А что плохого в имени Александра? Ну, не знаю. Мне казалось, что… Не увер… Можно я буду есть, а… Конечно. Что неуверенность родителей передастся и мне. А это я где-то уже слышал. А вот это вы зря сейчас сказали. Почему? Ну, потому что я привыкла себя чувствовать единственной и неповторимой. Ну, вы такая и есть. Давайте выпьем. Давайте. Вы очень красивы. В свете свечей. В особенности, если на вас смотреть через стекло. А так? Так. И так. Я хочу выпить за вас. Знаете, вы оказались необыкновенным человеком. Трюфо, смотрите. За вас. Не буду подходить. Не надо. Потому что это мне звонят. Трюфо. Трюфо. Да, слушаю. Привет. Но меня нет в номере, потому что я выехала оттуда. Да. Да, я переехала в другой. Я не знаю, в какой. Но какая разница? Завтра я прилетаю, да. Ты меня встретишь? Нет? А почему? Ага, водитель. Здорово. Да нет, ничего. А ты ёлку купил? А почему? Ну вот, просто я хочу встречать Новый год с ёлкой. Да, вот такое у меня желание. Ладно, всё, забудь, всё, не надо ничего. Да. Хорошо, давай, я тоже тебя целую. Пока. Простите. За что? За то, что я врала. Ничего не слышал. Теперь врёшь ты. Нет, про… Нужно идти спать. Уже поздно. Меру. Меру. Бbing. Меру phải là những người... Меру. Меру. Дима, вставай! Вставай! Дима, мы прославились! Дима! Дима, мы опоздали! Дима! Да? Мы опоздали. Час остался. Собирайся, я пошёл греть машину, а? Давай быстрее! Зачем я сюда приехала? Господи! Дим, давай быстрее! Кошмар! Поздаем ещё! Дима, давай быстрее! Здрасьте! Документ, пожалуйста! Здрасьте! Старший инспектор ДПС Яценко! Куда летим? Да я! Товарищ лейтенант, здравствуйте! О! Так это же… Да, это я! А, так вы же снимались в этом, там ещё… Да, я снималась точно в этом фильме. Послушайте, мы так опаздываем, я умоляю вас, а? Дело в том, что водитель не виноват, это я его попросила, мы очень опаздываем. Мы действительно опаздываем в аэропорт. Да, на репетицию, да. Ладно, езжайте. Только это, на обратном пути автограф привезите. Обязательно. Хорошо, обязательно. Ура! Спасибо! На тысячный. Хорошо, ага. Счастливо. Давай быстро на… на регистрацию, а я припаркую машину и придём. Ладно? Угу. Чемодан возьми. Ага, хорошо. Что? Что случилось? Самолёт улетел. Как улетел? Полчаса осталось. Я тоже у девушки спрашивала, как так улетел? Был небольшой просвет, поэтому было принято такое решение. Кем было принято решение? Руководством компании. А может, другой рейс есть? Этой компании. Завтра утром. Ну хорошо, другой компании. Другой компании есть. Но чтобы лететь рейсом другой компании, вам нужно будет купить другой билет. А ты так хочешь, чтобы я улетела, да? Я? И потом, другой компании я не прилечу раньше. И что это значит? Это значит, что я остаюсь. Да? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, мои дни в этом ресторане. Не кажется. Так оно и есть. Да? А почему? Скажи спасибо, что нас сюда впустили. Ресторан открывается через полчаса. Почему? В нашем городе не принято завтракать в ресторанах. Понятно. Значит, теперь ты будешь местной знаменитостью. Только благодаря знакомству с тобой. Да? Да кто я такая? У-у-у. Это что такое? Природная скромность или женское кокетство? Выбирай. Как хочешь. У-у-у. Пожалуйста. Для вас. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. М-м-м, как вкусно пахнет. Пахнет яичницей. Пахнет яичницей. Как-то вообще неромантично. Ну почему? Я очень даже романтик. Ну, сказала бы, что пахнет приключениями. А-а-а. Пахнет… Понял. …неожиданной встречей, предчувствием чего-то такого необычного. Да. А как бы ты хотела провести этот день? Как бы я хотела провести этот день? Угу. Ну, я бы хотела, чтобы ты мне показал кое-что. Что? Что? Я не знаю. Школу, в которой ты учился. Дом, в котором жила твоя первая любовь. Ну, у тебя же была первая любовь? Да. Ну, вот. Зачем тебе нужен дом, в котором жила моя первая любовь? Ну, это же твоя жизнь. Мне интересно. А что бы ты хотел? Ну, я бы тоже хотел показать. Меня? Тебя. Кое-кому. Интересно. Кому? Кому-то. Слушай, я как-то ужасно выгляжу, по-моему, да? Мне нужно привести себя в порядок. Подождешь? КОНЕЦ КОНЕЦ О... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Полван, какая же это Мария Миронова? Это Мария Устинова И не в «Адмирале», а в «Капитане» «Капитан недального плавания» в фильме называется Это ж моя любимая актриса Ну я же сказал Мария Здравствуйте Здравствуйте Мария Спасибо Для нашего агентства огромная честь принимать такую великолепную актрису в нашем скромном офисе Спасибо большое, спасибо Геннадий Михайлович, да? Нет, нет, нет Можно просто Гена Ну, тогда я просто Мария Но я в этом фильме не снималась Ну, какими судьбами? Дело в том, что меня вчера подвозил один молодой человек И я сказала ему, что хочу купить Ну, виллу в Крыму И он рекомендовал мне именно ваше агентство Правда, я почему-то не вижу этого молодого человека Не вижу А мне вот понравился один домик Вот этот Ага Это не домик Это вилла Вам она нравится? Мне кажется, что она неплохая, да? Она не то, что неплохая Она прекрасная Да Общая жилая площадь восемьсот квадратных метров Участок пятьдесят соток А бассейн есть? Два бассейна Виноградник Собственная скважина Собственный кусочек моря Фуникулер на пляж А какого цвета? Какого цвета что? Ну, не море же Фуникулер Какого цвета? Какого? Какого? Белого Белого На четыре персоны Ну, это то, что мне нужно Прекрасно Ну, может, мы съездим и посмотрим, раз вас все устраивает Ага Да, меня все устраивает Только не устраивает, что я не вижу этого молодого человека Его, по-моему, Дима зовут, да? Где Дима? Ну, у нас нет менеджера по имени Дима А? А, может быть, это водитель? Да, кажется, он был за рулем А! Да Так это был мой водитель Был А почему был? Потому что я его уволил Уволил? Когда? Почему? Вчера Потому что он куда-то усвистел, вместо того, чтобы ждать меня возле банка Ну вот, я его и уволил За то, что он прогулял работу Ну, во-первых, он не усвистел А он подвозил меня И он так рекламировал ваше агентство, что я решила купить этот дом Я не считаю, что это про прогул Ну, да, да, конечно, наверное, нет Скажите, а он должен получить с продажи свои проценты? Ну, да, конечно, должен Сколько? Ну, сколько? Это служебная тайна Меня не волнует, просто мне хотелось бы, чтобы именно этот человек получил премиальное Но если он у вас уволен, тогда извините Геннадий Владимирович, но Васильев не совсем уволен Слушайте, Мария Ну, я не совсем понимаю, что значит не совсем Не совсем, потому что он не получил деньги за декабрь Ну, а тогда где он? Где? Я его не вижу Значит, все-таки совсем уволен? Вот он Ой, Дима Да вот он Дима Дима, как я рад, что ты пришел Да, с чего бы это? Здравствуйте, Дима Я вот пришла в ваше агентство Выбрала себе домик, но мне сказали, что вы здесь не работаете Да работает он Да работает он Он работает, работает Вот это вот Я давно уже хотел, чтобы Дима возглавил у нас отдел продаж Хватит уже баранку крутить, а Димыть? Он же парень у нас золотой Я за трудовой пришел и за деньгами Подожди, Дима, как за трудовой? Мы же все это время душа в душу, а? Ну? А именно поэтому вы назвали меня урод, именно поэтому мне нельзя подходить к этому месту ближе, чем на пятьдесят километров Именно поэтому он разбил мой телефон Что, а? Разбил телефон? Угу Так, ну-ка быстро отдай ему свой телефон Ну Отдавай, говорю Да у него старый был Отдавай А, спасибо Дима, а может быть здесь есть какое-нибудь другое агентство? Есть, здесь рядышком А вы не могли бы мне показать? Конечно Прошу Ой, спасибо Прошу А вы совершили очень большую ошибку, очень Не на пятьдесят километров, а на пять Я позволила себе фразу из моего любимого фильма Да, я заметил Да Куда поедем? Ну, мы же свободные, мы можем ехать куда угодно Поехали в какой-нибудь парк Хотя нет, поехали на море Поехали На море? Хорошо, давай на море Ну Кого? Ну Кого? Ну Ну Кого? Ну 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 Угу. 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 У меня впервые такое, чтобы тридцатого перед Новым годом и так тепло. Это Крым. Кстати, здесь у меня было первое свидание. Это было в пятом классе. А ты ранний? Южный. Ну и как это было? Нет, давай только не это. Не люблю розовых свиней. Нет, я хочу, чтобы ты мне рассказал. Ну расскажи, пожалуйста. Ну хорошо. Это был ноябрь. Падал прошлогодний снег. А вон, посмотри туда. Видишь, вон там, русалочка. Я даже когда-то был в нее влюблен. А я снималась в кино. Играл русалку. И как? У меня был хвост. Сама в воду я не могла зайти, поэтому меня приносили. А однажды я чуть не утонула, и слава богу, что меня спасли водолазы. Значит, я был влюблен не в одну русалочку? М? Ну, значит, что-то в этой русалке есть. Какая красавица. Лев. Вид хищных млекопитающих, один из четырех представителей рода пантеры. Да. А что будет написано на моей клетке? Мария. Вид. Актеры. Рост метр семьдесят, без хвоста. А что будет написано на твоей клетке? На моей клетке будет написано теплолюбивое животное. Лемур, который мечтает о лемур. Я, кстати, видела лемуров. В Австралии мы были на гастролях. Так. Они всегда сидят, обнявшись хвостами, как будто один шарик. А потом оттуда выглядывают две маленькие мордочки. Вот и я так же хочу. Давай пойдем отсюда. Потому что все-таки зоопарк зимой не самое лучшее зрелище. Так что случилось когда-то в ноябре в этом парке? Был ноябрь. Сыпал мелкий снег. И нам казалось, что будет очень романтично, если мы будем кататься на качелях в абсолютно пустом парке. Это действительно очень романтично. Да нет. Серьезно. Серьезно. Сначала мы катали наших дам на качелях. Их уже нет. А потом пришли сюда, сняли лодку с тормоза и... А слабо снять лодку с тормоза сейчас? Да легко. Выше. Ну ладно. А сильнее можно? Можно. Сильнее. И еще сильнее. 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 Ой, мне что-то нехорошо. Останови. Пожалуйста. Плохо? Угу. Немного не по себе. Постой, тебе плохо? Угу. Да что-то. Ты ж сама, ты ж сама просила снять с тормоза и... Я просила, только не их. А что? Ой, только не нужно меня целовать, а то тошни. Прости. Угу. Алло. Слушай, я был в аэропорту. А зачем? Тебя встречал. Ты сказала, что вылетишь утром. Все вышли с своего рейса, а тебя там не было. Обратно ехал три часа. Весь день разбит. Звонил тебе сто раз, ты не отвечаешь. У меня не было связи. Это как? Ну так бывает, что нет связи. Бывает? И где ты сейчас? Я сейчас в Крыму. Потому что мы пришли, а самолет уже улетел. Понятно. А кто это мы? Это… это я и водитель. Понятно. А почему у тебя такой голос странный? Потому что меня укачало. Укачало? Ты на корабле, что ли? На каком корабле? Ну что за глупости ты говоришь? Хорошо. И что вы там теперь делаете? С кем? Кто мы? Ну, ты и водитель. Ты знаешь, мы тут присматривались к недвижимости, и мне здесь понравился один домик. Он недорогой, я думаю, мы потянем. В Алубке. Очень хороший, красивый. С бассейном. Домик? Сколько? Шестьдесят. Потянем, потянем. Скажи, а как мы будем встречать Новый год? Как всегда. На даче у Рафика. Опять? У Рафика? Да. Я не понимаю, почему мы каждый год празднуем у Рафика? Я хочу Новый год встречать с тобой. Со мной? С тобой. Вместе. Ну, мы и так будем вместе. А елку ты тоже не купил? Я… Ты купил елку? Нет, пока. Ну все, пока. Поехали. Извини. За что? За этот телефонный разговор. Да ладно, бывает. Надеюсь, ты не думал, что у меня никого нет? Не думал. Ну вот. Ну, надеялся. Поехали. Привет. Привет. Че такой довольный? Ну? Денег надо? Ну, ты ж понимаешь, Новый год, подарки там, подруге, маме то-се. Дашь? У меня только пять тысяч. Не густо, конечно, но пойдет. Слушай, а больше точно нет? Извини, нет. А че за телка? Че за выражение? Ну ты че? Слушай, знакомый Фейс, очередная лохушка из бухгалтерии. Так все, прекрати. Ладно, я пойду. Слушай, а вор им ты подъехал. Извини. И кто это был? Мой сын. А вот и он. Кто? Дом. А что это за дом? Помнишь, ты сказала, что хотела увидеть дом, в котором жила моя первая любовь. Вот он. Хороший дом. Серенький такой. Да, как я. Обыкновенный серенький. Брось, ты не серенький. Тебя невозможно не заметить. Ты трюфо смотришь? Нет. По сути, я самый обыкновенный водила с высшим историческим образованием, который когда-то мечтал стать актером, но не стал. Играет всего одну роль в году Деда Мороза, на детских праздниках, корпоративах и для состоятельных граждан. Но я же стала актрисой. У тебя получилось. А у меня нет. Понятно. Не понимаю, что ты делаешь в моей жизни? Что ты здесь делаешь? Я не понимаю, как я буду жить, когда ты уедешь? Мне даже никто не поверит, что ты здесь была. А ты сфотографируй и выложи в интернет. Я видела, как ты меня искал на вокзале. Видела? Да, просто спряталась. А потом мне стало тебя жалко. Жалко. Ты был очень трогательным. Решила пощекотать нервы. Можно и так сказать. Кому, мне или себе? Еще не решила. А почему ты не спрашиваешь, какая она была? Кто? Моя первая любовь. Ну и какая она была? Прекрасная. Самая умная, самая красивая. Могла быть кем угодно. Топ-моделью, певицей, телеведущей, кем угодно и… Я рада. Рада? Ну что, у тебя была такая прекрасная любовь, и у меня было все хуже. Зато сейчас у тебя все хорошо. Да, да. А твой муж он кто? А он мне не муж. Мы живем десять лет, и я даже не знаю, любит он меня или нет. Я ему нужна, чтобы сниматься в глянцевых журналах и очаровывать его деловых партнеров. Видимся редко, приходит, когда я сплю. Я снимаюсь в кино, не в том, о котором мечтала. Детей у меня нет, а в остальном я предельно счастлива. А у тебя же есть сын. Да. Ты его любишь? Да. Не верю своим глазам. Мария, это вы? Да, это я, да, да, да. Здравствуйте. Боже, как я рада вас видеть. Спасибо. Как я рада. Вы знаете, вы моя самая любимая актриса. Я очень рада, спасибо. Да, вы всегда играете таких женщин, умных, волевых. Когда мне нужно принять какое-то решение, всегда думаю, а как бы вы поступили на моем месте? Ну, на самом деле, я совсем не похожа на своих героинь. Я не волевой человек, не умею принимать решения, я часто совершаю ошибки. Да ну, не может быть. А что вы делаете в нашем городе? Наверное, я совершаю очередную ошибку. Вот как. Ну да, никто из нас не застрахован от ошибок. Никогда не могла себе представить, что смогу с вами встретиться вот так вот, лицом к лицу. И вообще, это теперь будет один из самых счастливых дней моей жизни. Спасибо. Ну, спасибо большое. А это ваша знакомая? Да. Ну, тогда постарайтесь, пожалуйста, чтобы Мария не пожалела об этом. Чтобы это не было ее ошибкой. Обязательно постараюсь. Храни вас Бог. Спасибо. Рада за вас, Дима. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Милая женщина. Да. Это твоя знакомая? Угу. Кто? Это и была моя первая любовь. Значит, фотомоделей она не стала? Нет. Вышла замуж за одного маленького серого человека, который жил в очень большом и красивом доме. Понятно. Ну, может, хватит? У нас два дня. Мне хорошо с тобой, тебе со мной. Ну, а потом, ты, ты же не один? Ага. Ну, я не знаю, у тебя же есть твоя Снегурочка. Елки-палки. Что такое? Спектакль. А у меня нет Снегурочки. И что делать? Может быть, я как-то смогу сыграть Снегурочку? Ну, я не знаю. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, дети, все подходите ближе к сцене. Сейчас конкурс костюмов. Приз. А что у нас за приз? Бутылка шампанского. Бутылка крымского шампанского. Итак, все ближе к сцене. Это кто у нас такой деревянный? Я сын плотника и рубанка. Сын плотника и рубанка? Боже, как это нескромно. Можно я вас поцелую? А, здорово, ты плотника и рубанка. А то вас дома зарубают. А кто это у нас такая красивая? Боже, из какой у вас сказки? А что, не видно? Я вот никак не пойму, кто это к нам пожаловала. Я же дюймовочка. Дюймовочка, не может быть. Дюймовочка. А, по-моему, вы трехдюймовочка. Браво. Да. С новым костюмом. Прекрасный костюм. Все похлопали дюймовочке. Мужчины? Трехдюймовочке. С Новым Годом! Новый Год, Новый Год, гости к нам пришел. Новый Год, Новый Год, двери не нашел. И случился у нас в жизни поворот. Задержался у нас Старый Новый Год. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Задержался у нас Старый Новый Год. Дед, слышь, где ты такую Снегурочку нашел? Сколько лет Новый Год встречаю, Только помнишь, что в детском саду была такая же, а так никогда! Не, ну такая баба заводная! Не, ну ты молодец, молодец! Вот тебе. Классный вечер, спасибо, спасибо вам большое! Уезжайте, а давайте с нами! Ребята, лучше отпустить, а то я вас сейчас заморожу! Кстати, отец Мороз с вами какой-то скучный! Даже выпить с нами не мог! Ну, потому что он за рулём! В следующем году он обязательно с вами выпьет! До встречи! Счастливо! Спасибо! До свидания! Доступающим! 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 Обязательно! А ты где будешь встречать Новый Год? Здесь. Надену костюм Деда Мороза и буду ждать чуда! В качестве кого? Прекрасной Снегурочке? Неплохо! Мне нравится! А тебе? Где ты встречаешь Новый Год? Я со своим мужем и его шефа так весело! Это неважно! Важно, что сейчас я с тобой! Ты куда? В ванную! Ты куда? Как ж? Моя пе... Ты куда? А? Кто? Да. Ты куда? Ты куда? Я вновь? Ты куда? Я вновь... Ты куда? Ты куда? КОНЕЦ 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 Привет. Доброе утро. Сколько времени? Девятый час. Сколько? Восемь часов, девять, нет, десять минут. Мы что, проспали? А самолет улетел? Улетел. Не улетел? Улетел. То есть мы опоздали, да? Проспали? Нет, я проснулся в шесть часов, я лежал, смотрел на тебя, боялся разбудить. То есть ты проснулся в шесть часов и меня не разбудил? Нет. Почему? Мне показалось, что ты хотела остаться со мной и встретить здесь Новый год. Здесь? В этой квартире? Новый год? Мне так вчера показалось. А может быть, меня еще в аэропорту встречает Новый год? Не важно где, важно с кем. Ведь так? Послушай, а с чего ты взял, что я хочу здесь остаться? Мне так показалось. Я не работаю в бухгалтерии. Не понимаю, зачем мы едем в аэропорт, если рейс твоей компанией будет только завтра утром? Улечу любой другой компании, лишь бы улететь. Это не твое дело. Понял, извини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня не надо провожать. Это все, что ты хотела сказать? Ты все испортил. Почему? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, с наступающим. Пока. У тебя счастье в Новом году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, я очень рада. Ой, подождите, подождите, пожалуйста. Здрасте. Вы свободны? Да… До гостиницы Москва подвезете? Подвезем. Спасибо, держите чемоданчик. Так вот, вы знаете, что здесь до меня Мария Устинова снималась? Знаете такую артистку? Я вообще-то в кино не очень разбираюсь. Да ладно, неплохая актриса, между прочим. Правда, не Джулия Робертс, но для нас сойдет. Я, кстати… Она уезжает, а я на ее место приехала. А вы, значит, лучше? Ну, во всяком случае, не хуже. Правда, у меня здесь роль не главная, но это не главное, какая у тебя роль. Мне кажется, что главное — сыграть так, чтоб тебя запомнил зритель. Правда ведь? Ведь ту же Машку тоже не сразу запомнили? Она не Маша. Кто? Ну, вы про Устинова говорите, правильно? Ну да, про кого же еще? Она не Маша. А кто же? Александра. Да ладно! Что, я Машку не знаю, что ли? Мы вон с ней, между прочим, в третьем проекте снимаемся. А главное, что она уезжает, а я всегда приезжаю прямо на ее место. Может, вы и Снегурочкой можете, как она? Снегурочкой? А она, кстати, как Снегурочкой? Да никак. А самое интересное, знаете что? Меня возит тот же водитель, живу я в тех же номерах и сплю в ее постели. Прямо в ее постели. Ну, что вы на меня так смотрите? В тех же номерах. Да я ничего, не смотрю. Значит, вы тоже, получается, актриса? Ну да, я же вам сказала. Ох, слушайте. Что такое? У меня, кажется, нет с собой налички. Вы карты принимаете? Только козырные. Это какие? Извините, только наличные. А, знаете, когда в гостиницу приедем, я из банкомата вытащу. Или у администратора возьму. Он, между прочим, меня там ждет. Я вот, честно, за машину всегда плачу, даже когда предлагают меня бесплатно отвезти. Прямо как Мария. Что? А вот, случайно, не Мария зовут? Нет. Может, Александра? Да нет же, я вам говорю, Галей меня зовут. А если полностью, то Галина Шевченко. Ну как, звучит? Что? Ну, мое имя. Ну, я же вам говорю, Галина Шевченко. Звучит? Я, конечно, не специалист, но вроде неплохо. А вы знаете, по-моему, не хуже, чем Мария Устинова. Галина Шевченко. Круто? Да, я не знаю, что я не знаю. Ну, я не знаю. Я не знаю. Вот. Спасибо. Извините, хотела вас спросить. Спрашивайте. Дело в том, что Новый год мне придется здесь встречать. А вы одна встречать будете? Ну, почему же одна? Сегодня прилетит мой парень вечером. Вот поэтому хочу узнать у вас какое-нибудь хорошее место. Хорошее место. Да вы знаете, я как-то все время дома. Вы у администратора спросите. Они лучше в этом разбираются. Хорошо. Просто мне показалось, что… Что? Ну, что вы должны знать какое-то особенное место. Особенное? Угу. Разве что зал ожидания в аэропорту. Хорошо. Спасибо. С наступающим. Счастья вам. Счастливо. Добрый день. С наступающим. Я приехал долг отдать. Какой долг? Говорят, Новый год со старыми долгами нельзя. Вот, приехал отдать. Это что еще такое? Ну, как вы и просили. Это что, меченая, что ли? В каком-то смысле, да. Так, знаешь что? Мне твои меченые дары мне нужны. Тут и так каждый день, как на вулкане. Вы меня вчера остановили за превышение скорости. А, утром. Утром. Рано утром. Ну, да. С артисткой. Ага. А, ну как же, помню, помню. А артистка где? Улетела? Улетела. А, арладивка. Да, я ее видел в кино. Вот, привез отдать. А, ну так это что, это получается, что я их даже как бы заработал, да? Ну, в Новом году без нарушений. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Здоров. Привет. Привет. Это тебе. Что это? Подарок от шефа. Бомба. Нет. О, виски. Ну, это стандартный подарок для сотрудников нашей компании. И друзей нашего шефа. Шеф хочет, чтобы ты возглавил отдел продаж. Да. Кто? Я? Ну, он думает, раз ты один раз понравился богатой клиентке, значит, и другим можешь. А, логично. Логично. Там внутри контракт. Можешь подумать до 10 января. Угу. Ну, ты подумаешь. Подумаю. А это что такое? А, ну, это от меня подарок. Новый телефон. А ты мне мой-то только верни. Ну, там контакты, адреса, сам понимаешь. Да ладно. Конечно. Можешь и этот забрать. Да не, не, не. Я свой. Ну, я же твой разбил. А. Ты извини, конечно. Да ничего, проехали. Ладно. Слышь, встречать с ней будешь? Ну. С кем? Ну, с этой. Ну, с этой. С телевизора. Да. С ней? Ну, колись. А, с ней, с ней. Ага. Ну, мужик. Мужик, нахолдовал все-таки. Ну, давай. С наступающим. Давай. Счастливо. Привет. Привет. У тебя там дверь открыта. Ждешь кого-то? Угу. Значит, у тебя появилась новая Снегурочка. Какая Снегурочка? Мне вчера рассказали, как она себя вела. Как она себя вела? Разве так должны вести себя Снегурочки? Как? Распущена. Ну, Снегурочка должна быть скромная. Разве не так? Так. Значит, тебе нравятся такие. Какие? Как она. Да, мне нравятся такие, как она. Нет, мне не нравятся такие, как она. Мне… Я ее, наверное, люблю. Значит, мне нужно искать нового Деда Мороза. Елки мы можем работать вместе. Почему? Потому что она уехала. У нее елки в другом городе. А с кем ты будешь Новый год отмечать? Один. Тогда можно я к тебе приду? Угу. С наступающим тебя. И тебя. Алло. Это я. Привет. Привет. Как долетела? Все хорошо. Я рад. Слушай, я у тебя оставляла номер своего телефона. Да. Смотри его, пожалуйста. Почему? Ну… Ну, не почему. Мне так будет спокойнее. Хорошо. Ну, прекрасно. Что было, то было. Все было в прошлом году. С наступающим тебя. И тебя с наступающим. А у вас дверь открыта. Да. Я без стука. Но Новый год всегда приходит без стука. Это точно. С Новым годом! С новым счастьем! Ты, наверное, ошибся. А какая это квартира? Седьмая. А мне нужно десятая. Десятая за углом. Спасибо. Но все равно с Новым годом. Спасибо, коллега. Пожалуйста, коллега. Ну, я пошел. Привет. Чудо заказывали? На следующий день в Симферополе пошел снег. Подписывайтесь на мой канал. Домашний день в Симферополе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok